Добрый вечер, уважаемые слушатели! Меня зовут Елена Масковацкая, по образовательной профессии врач-терапевт. Сегодня мы будем говорить с вами о публичных выступлениях. Как вы думаете, почему именно я рассказываю о такой штуке, как о публичном выступлении? Потому что врач всегда пациентам что-то рассказывает очень долго. Для того, чтобы ответить на этот скорее риторический вопрос, я попрошу всех здесь присутствующих поднять правую руку. Спасибо большое. Зачем я это сделала? Во-первых, я лектор, и я могу с вами делать все, что угодно, потому что вы моя аудитория. Конечно, если это не противоречит Уголовному кодексу. Во-вторых, именно все те, кто подняли сейчас руки, так или иначе в своей жизни делают публичное выступление. Вы защищаете дипломные работы, вы говорите поздравительные тосты на днях рождения и свадьбах, вы делаете доклады, вы обучаете других людей по роду деятельности или просто потому, что вы родители. Сейчас мы поговорим с вами немножко о том, почему публичное выступление и лекторство – это очень важно. Владимир уже затрагивал вопрос пассивного и активного обучения, так вот лекция, которая относится к демонстрациям и аудио-визуальным материалам, оставит в вашей голове всего 30% информации. Всего 30% того, что я сегодня скажу, покажу, расскажу, останется с вами в долгосрочной перспективе. И обратите внимание, если вы обучаете других людей, то 90% информации остаются с вами надолго. Это высший пилотаж владения информацией, это высшая ступень мастерства, поэтому обучайте других. Это позволит вам в первую очередь знать больше. В презентационной навыке хорошая презентация – это очень многогранный и многофакторный механизм. И, конечно же, за 15 минут лекции практически невозможно провести с вами тренинг ораторского мастерства, невозможно научить вас делать по-настоящему красивые, эффективные презентации. Но я могу затронуть основные проблемные моменты и показать вам, в каком направлении стоит работать, чтобы выступать хорошо, эффективно и чтобы получать от этого удовольствие, самое главное. Выступление начинается не с вас. Выступление не начинается со слайдов, выступление не начинается с того, где вы будете стоять, в чем вы будете одеты и как вы будете говорить. Выступление начинается с аудитории. И основным действующим игроком являетесь вы. Знайте свою аудиторию, знайте, кто придет вас слушать. Это поможет вам подобрать не только контент, не только то, что вы покажете и расскажете людям. Это поможет подобрать вам язык общения, который будет эффективен. Сможете ли вы использовать терминологию, высокоспециализированную терминологию? Сможете ли вы использовать сленг? Какие шутки уместны в данной аудитории? Какой культурный, религиозный, этический бэкграунд у вашей аудитории, у ваших слушателей? Знайте свою аудиторию, уважайте ее и знайте, что они хотели бы услышать. Это первый ключ к успеху презентации. Говорим о структуре. Тут важно отметить, что любую лекцию, любую презентацию постигает такая неудача, как снижение внимания. Вот вы пришли в аудиторию, вышли на вот это самое открытое лобное место, и всегда у людей возникает резонный, закономерный интерес. Им интересно, кто вы, о чем вы будете говорить, как вы будете говорить, на чем конкретно вы будете акцентировать свое внимание. И это сопровождается определенным пиком внимания. Такой же своеобразный пик есть и в конце. Но самое обидное то, что основная часть вашего выступления или вашей презентации, где вы излагаете самые важные факты, результаты собственных исследований, основной массив информации, который подлежит запоминанию, если это обучающая лекция, он сопровождается достаточно низким платом. То есть люди теряют внимание. Им становится неинтересно по целому ряду причин. Так устроено наше сознание и так устроено наше восприятие, что через некоторое время мы утрачиваем интерес, мы утрачиваем внимание. Как с этим бороться, я расскажу прямо сейчас. Можно ли так делать? Конечно. Вам нравится то, что вы видите на экране? Нет. Нет. Не вычистос. Совершенно верно. Так делать нельзя. Презентация начинается еще и с контента. Вы понимаете, что не должно быть такого фона, не должно быть такого шрифта, что шрифт размером менее 20 будет нечитабельным. И это просто-напросто неуважение к вашим слушателям, если вы будете заставлять их читать это. На самом деле, содержимое этого слайда достаточно интересно и хорошо. Это советы Стива Джобса о проведении качественных и интересных презентаций. Но оформление губит все. Вы видите ужасные цвета, вы видите мелкий шрифт, вы видите конфликты шрифтов, вы видите абсолютно несочетаемые комбинации цветов, и вы просто не воспринимаете информацию. Поехали дальше. Так делать тоже нельзя. Даже если вы инженер, даже если вы выступаете с какой-то инженерной инновацией в среде инженеров, пожалуйста, не вставляйте в вашу презентацию такого рода изображения, поскольку они являются нечитабельными, те люди, которые сидят на последних рядах, явно вас не поблагодарят. Если вы презентуете какую-то свою инженерную инновацию, и вам действительно очень нужно показать эту схему своим слушателям, сделайте небольшой раздаточный материал. Таким образом, они смогут рассмотреть вашу схему, которая является принципиально новой и замечательной, и утащить ее домой для того, чтобы изучить ее там подробнее. Дальше. Изображения. Если эти изображения не имеют никакого отношения к вашей презентации, пожалуйста, избегайте их употребления. Это отвлекает от основной мысли, которую вы хотите изложить вашим слушателям. Это приведет к резонному раздражению. Важен ли наш язык тела в общении с аудиторией? Как вы думаете? А почему? Почему? То есть вы думаете, что в зависимости от того, как я буду стоять, вы будете воспринимать у меня тем или иным образом? То есть, Александр, это приведет к концу из тела. Жестикуляция и интонация голоса. Что? Влияет жестикуляция и интонация голоса. А как именно? Почему? Мы ведь на подсознательном уровне постоянно замечаем, как вы стоите, как вы стоите, как вы стоите, какая у вас мимика, и это для наших вам отношений. Вы совершенно правы. Если ваша мимика или жесты диссонируют с тем, что вы говорите, если жесты выражают панический страх, если мимика выражает скорбь, печаль и опять же панический страх, вряд ли то, что вы скажете, будет эффективным, и вряд ли это останется в нужном понимании у ваших слушателей. Кроме того, было произведено достаточно интересное социологическое исследование, которое продемонстрировало, что поза испытуемых отражается на гормональном профиле этих людей. Люди, которые демонстрируют открытую позу, имеют гораздо более низкий уровень гормонов стресса, адреналина и кортизола. Люди, которые демонстрируют открытую позу, даже если они не являются уверенными в себе, имеют более высокие уровни тестостерона, которые отвечают не только за агрессию и половое поведение, но и за то, какую доминирующую позицию мы занимаем в обществе. Интересно, не правда ли? Главным выводом из этого исследования является «Fake it until you make it», то есть изображая это до тех пор, пока ты не станешь этим. Ну и основной, крыльгольный вопрос публичных выступлений – «Как побороть страх?» Как побороть вот это самое липкое, вязкое и рациональное чувство страха перед аудиторией, когда вы входите в зал полный незнакомых вам людей, и вы не знаете, чего ожидать? Какой будет ответ? «Видишь, что они успокоят». Ответ будет таким, что все хорошие ораторы ранее были плохими. И нужно несколько раз облажаться, иногда даже несколько десятков раз облажаться, для того, чтобы делать по-настоящему качественное и эффективное публичное выступление. Благодарю за внимание, и буду рада ответить на вопрос. Может, вопрос сразу? Да. То есть котиков нельзя оставлять в презентацию? Если это не противоречит содержанию вашей презентации, то, пожалуйста, используйте котиков. Главное, что я хотела сказать этим самым котикам, это изображение маленького размера с маленьким разрешением. Пожалуйста, обращайте внимание на качество тех изображений, которые вы используете в середине своей презентации, для того, чтобы ее разбавить, для того, чтобы вернуть внимание аудитории на стадии этого самого плата. Сейчас масса ресурсов в интернете, где вы можете скачать совершенно бесплатно изображение с высоким разрешением. Это не будет реагировать вашу аудиторию, и будет уместно. Пожалуйста. При подготовке материалов выступления лучше создать планы и точно их исследовать, то есть практически как выдумать выступление, или лучше составить какие-то пункты, и по ним уже рассказывать, что у вас может с какой-то ноткой импровизации. Благодарю за вопрос. Очень хороший вопрос, который дискутируется даже среди профессиональных коучей, среди профессиональных спикеров. Что лучше, репетировать и железно заучивать фразы вплоть до последней запятой, или же делать все так, как вам кажется уместным в данный момент? Единой точки зрения на этот счет не существует. Вы должны придерживаться того плана, который комфортен лично вам. Безусловно, у презентации должна быть примерная структура. Вы должны знать, что вы говорите во вступлении, как вы включаете, как вы заинтересуете аудиторию. Вы должны знать, какие факты вы сложите в середине презентации, и вы должны знать, чем вы ее закончите. При этом эта структура должна плавно перетекать друг в друга. Будете вы это делать по заученному плану, с четко сформулированными предложениями, если вам так удобно, пожалуйста. Но здесь есть один говарный момент. Если вы собьетесь и что-то забудете, вам будет гораздо труднее восстановить последовательность, чем если вы озвучиваете все в такой вариативной манере, когда у вас есть определенный люфт. Могу сделать так, а могу сделать по-другому. Как вы больше предпочитаете? Второй тип. Еще вопрос. Бумажки, планшет, различные способы подсказок. Это плохо? Насколько вообще это стоит использовать? Спасибо. При работе с аудиторией очень важным является зрительный контакт. Как только вы его утрачиваете, вы утрачиваете аудиторию. И эта плата, пресловутая, наступит очень быстро. Поэтому, если вы читаете, буквально читаете презентацию с планшета или с листка бумаги, понятное дело, ни о каком зрительном контакте речи быть не может. Вы можете использовать небольшие карточки, вы можете использовать небольшие записи для того, чтобы напоминать вам, допустим, о структуре или каких-то принципиальных моментах или фактах в лекции. Достаточно трудно запомнить цифры, даты, какие-то исторические факты. Для этого можно и нужно использовать карточки. Я ответила на вопрос? У тебя еще было в презентации, на репетициях, да, я раскрою небольшой секрет, мы делаем репетиции про топовых, таких хороших ораторов. Что-то как-то, то ли ты его правы, то ли про различных известных личностей, что они использовали, как им удавалось захватить толпу и захватить, в общем, аудиторию, сказать что-то интересное. То есть они тоже вначале влажали, то есть у них не получалось, или вот, например, Муссолини вышел и сразу всех захватил, и сразу у него это получилось. На самом деле мне в историческом контексте очень трудно оценить первую речь Муссолини, просто потому что я еще тогда тоже не была в проекте. Могу сказать вам, что любой спикер, будь то профессиональный телеведущий, радиоведущий, политик, киноактер, он нервничает перед выступлением. И, безусловно, те люди, для которых публичный спикинг является профессией, ремеслом, они тренируются этому гаданию. Все равно они нервничают, все равно не исключены возможности всевозможных форс-мажоров, когда отключается звук, когда отрывается свет, когда из аудитории приходит неадекватный или агрессивный вопрос, когда приходится управляться сложной аудиторией, когда кто-то спит, кто-то разговаривает, кто-то смотрит в телефон, кто-то зевает. Вот и все. Поэтому эти сложности, они сопровождают вас. Но это не повод не практиковаться. Это будет немного агрессивный вопрос. Вернее, как по вашему, начале вашей карьерной деятельности, какой у вас был самый плохой доклад, какие выводы вы сделали после него? Благодарю за вопрос. На самом деле, моей основной проблемой как публичного спикера является страх перед аудиторией, который я испытываю до сих пор. Мне необходимо преодолеть определенное смущение и обустроить определенный контакт. Именно для этого я задаю вопросы. Я стараюсь сделать обстановку в аудитории несколько неформальной, если это касается общей аудитории. Безусловно, моменты такого очень плохого спикинга со мной произошли еще где-то в старшей школе. Я принимала участие в том, что называется, турнир юного биолога, когда люди решают разнообразные сложные биологические задачи, выходят с этими самыми задачами не просто рассказать ее, а отстоять свою точку зрения, отстоять свое решение, защитить его. Вот это были одни из самых плохих выступлений, потому что традиционное волнение подкрепляется здесь еще и тем, что тебе нужно конкурировать с противоположной командой, защищать свое мнение и иногда защищать не вполне правильное мнение, потому что тебе указывают на твою ошибку. Это трудно. Это было одним из самых трудных, но безусловно полезных опытов. Как вы радуетесь к аутотренингу в контексте подготовки к публичным выступлением? Благодарю за вопрос. Обязательно. Тренироваться можно и нужно. Причем виды тренингов здесь бывают самые разные. Вы можете тренироваться самостоятельно перед зеркалом. Лучше всего, если вы тренируетесь в среде единомышленников. То есть вы понимаете, что вы не получите однозначного агрессивного ответа, вы не получите разгромной обратной связи, для этого 15 на 4 очень хорошая платформа. Если вы хотите научиться говорить публично о чем-то, что вас увлекает, о чем-то, чем вы занимаетесь изо дня в день, и вы считаете, что это классно, то лучшей платформы для того, чтобы попробовать себя в публичных выступлениях, на самом деле нет. Потому что вы получите корректную обратную связь, вы получите конструктивную критику, вам скажут, что не так, и как это можно поменять таким образом, чтобы ваше выступление стало лучше. Они просто вам скажут, ты мне не нравишься, у тебя некрасивое лицо, встань и выйди. Вот и все. Ну, вы тоже там затрагиваете общение с аудиторией. Если человек с платформой не уверенно чувствует, поддерживает зрительный контакт, то общение с аудиторией словесное, то есть вопрос-ответ, оно необходимо или может из него пойти, и будет с ним лучше? Благодарю. Все зависит от формата лекции. Поскольку у нас здесь такой достаточно свободный, демократичный формат, и кроме того, здесь общая аудитория, то есть люди имеют разный уровень образования, разный возраст, разные профессиональные навыки, формат диалога, он очень даже уместен. И, собственно, организаторы никогда не противодействуют тому, чтобы лектор общался с аудиторией. Кроме того, если мы касаемся академической лекции, некоторым лекторам просто-напросто неудобно задавать вопросы в зал и тратить время не на изложение информации, а на какие-то диалоговые моменты. Вот если этого люфта по времени нет, тогда лучше в конце сделать панель вопросов-ответов и тогда обустроить общение. По большому счету зрительный контакт, другие форматы негабального контакта, они являются основными для того, чтобы обустроить доверие с аудиторией. Такой вопрос, я думаю, аудиторию будет интересно узнать по поводу того, как побороть страх во время выступления. То есть, допустим, когда у человека трясутся пальцы, когда он что-то рассказывает и нервничает, потовыделение усиленное. То есть в таких случаях как у человека с этим бороться? Кроме того, что нарабатывает практика именно в данный момент. Благодарю за вопрос. На самом деле, вот этими всеми паническими моментами, всеми моментами физического дискомфорта, ведает тот гормон, который называется адреналин, который вырабатывается в коре наших надпочечников. Все мы реагируем на адреналин немножко по-разному. У кого-то пересыхает во рту, у кого-то сильное сердцебиение, кому-то не хватает дыхания, кто-то вообще не может дышать, у кого-то наступает паническая атака. Поэтому здесь все крайне индивидуально. Безусловно, вопрос практики снимает большинство адреналиновых проблем на корне. Пейте достаточное количество жидкости. Если в течение лекции, это может быть даже таким вот небольшим читом, если вы что-то забыли, сделайте глоток воды. Если вы сбились с мыслями, сделайте паузу, сделайте глоток воды. Это нормально. Пить во время лекции – это нормально. Воду. Все остальные физиологические симптомы, трясущиеся руки – это все уйдет по мере практики. Адреналин – это сложный момент, но без адреналина это не то. Немножко понервничать – это придает остроты ощущения. Кроме того, я думаю, что аудитория видит, что лектору не все равно. Ему не безразлично, насколько хорошо он делает свое дело. Если нет больших вопросов, спасибо. 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 Продолжение следует...